был такой сезон да он тяжелый для ребят для меня и для тренеров я не знаю ни одного игрока в этом сезоне у которого весь сезон прошел ровно я вышел зоны комфорта и в целом это на команде отражается у нас так тоже были моментами мы выигрывали где-то цеплялись потом мы просто не могли ничего сделать но я выделю наверное защитника сергеева сделано спасибо большое болельщикам которые нас поддерживают и даже которые критикуют хотя чтоб чуть погромче было естественно были мысли что там я из питера уезжал которым полтора года жил как привыкаешь все равно в то же время здесь я наоборот был раз что много солнца было и хорошие мысли были я тогда получается приехал переболевшим ну прям свежим и естественно соскучился по игре плюс питере я последние два месяца перед обменом не играл только при сезонной игры там совсем чуть зацепил сильно соскучился я приехал очень таким голодным до игры что касается хоккея наверное я был очень рад что я как в новом коллективе и для меня это новая страница понятно что все нужно доказывать с нуля и показываешь всего достоин но я в то же время был очень рад этому вызову и я вышел зоны комфорта мне это очень было на руку скажем так я кого-то знал с кем-то естественно был знаком ну со остальными ребятами я уже получается в процессе игр познакомился с кем-то с кем-то уже потом у нас был пауза евротур побольше все дружелюбные все отличные парни очень легко в целом я бы сказал это позитивный сезон если конкретно про меня опять говорим не про команду я у меня было много игрового времени много возможностей для роста какие-то игровые моменты которые допустим там заканчивались там голом нашего рота но я этих моментов что-то учу естественно расту как игрок что касается улучшения ну естественно хочется как нападающий больше результативности больше заброшенных шайб силовая борьба может быть чуть-чуть получше надо добавить естественно бросование для центрального остальное я бы на самом деле что нужно поддерживать на нынешнем уровне и больше фокус сделать наверное на командную игру что я чуть-чуть улучшу другой игрок чем чуть-чуть улучшит себя где-то мы реализацию лучшим и в целом как команда мы уже гораздо интересным смотреться опять же повторюсь что реализация это на 1 самый важный потому что забей мы свои моменты даже пропуская в меньшинстве там забиваем большинстве забиваем и больше не два гола за игроком 5 мы бы уже по ходу сезона поняли что да мы забиваем 5 начну же меньше пропускать как-то что-то с этим делать разобрались а мы получается и пытались меньше пропускать но и забить больше не могли в этом плане тяжело это было с реализацией есть честно все моменты которые я бы хотел переиграть они связаны с браться в своей зоне поэтому какие-то голы пропущены по моему 2-2 счет с автомобилистом мы играли проиграв браться не до цуков там перевод на другого защитника бросок сходу гол и аналогичная ситуация дома тоже была с минском тоже проиграв браться в своей зоне перевод защитнику в бросок сходу гол и 2-3 а так целом я считаю плохого под хороший опыт главное сделать правильные выводы не просто там пропустить сделать выводы работу над ошибками и двигаться дальше поэтому был такой сезон да он тяжелый для ребят для меня и для тренеров много поражений но я считаю но не будет такого сезона нам нечем было не на чем было бы учиться там я не сильно верю что на другой команде можно смотреть вот они проигрывают ну нам так не надо понятно что на своих ошибках не хочется но вот такой у нас был сезон и я думаю переиграть хотелось бы весь сезон в то же время не хотелось бы хороший опыт неприятный ну классно но я считаю во-первых молодая команда значит у нас по моему мнению больше скорости больше где-то сил опять же это нужно все переносить правильно на лед пользоваться этим не просто бей беги играть а умно переигрывать физически соперников у нас достаточно техничные игроки я считаю и где-то за счет индивидуального мастерства можно вывозить какие-то моменты в игре и где-то в целом вообще игры я не знаю ни одного игрока в этом сезоне у которого весь сезон прошел ровно там даже тоже серегу шмелеву затяну карьерный год но я уверен у него были матчи когда он просто ничего не мог сделать там не забить или там любого защитника взять да там мироман он допустим в октябре помнали в ноябре защитника месяца получил у него такой прорыв был он потом просил чуть декабре и в целом это на команде отражается у нас так тоже были моментами мы выигрывали где-то цеплялись потом мы просто не могли ничего сделать тренера и находили всегда правильные слова я считаю в той ситуации которая была опять же мы друг другу старались поддерживать по максимуму и даже честно скажу персонал они как ты на мой взгляд они себя правильно вели в тяжелый момент они там ничего лично не говорят наоборот очень помогут хорошие моменты были когда мы выигрывали там посмеются с нами все время очень дружный коллектив это большой плюс спасибо большое болельщикам который нас поддерживают и даже который критикует опять же я лично не читаю да эту критику но все равно спасибо потому что это какая-то мотивация где-то кто-то скажет там услышим доказать обратное хочется всегда что касается атмосферы наверное я бы хотел чтобы чуть погромче было мне не хватало чуть-чуть звука вот этой громкости драйва от болельщиков понятно что ситуация такая что мы не можем там до полный стадион и мало народу можно вообще по регламенту позвать и но хочется конечно больше драйва от болельщиков да и где-то их задор он в тяжелый момент для нас он должен как раз таки вытаскивает за счет домашних стен так как говорят да это что этот драйв они дают нас гонят вперед вот этого хочется побольше в следующем сезоне я очень надеюсь что будет громче и ярче и как-то динамично все на трибуне но я выделю наверно защитника сергеева сделала я бы не сказал что он меня удивил я с ним там был на сборах лет пять назад я знаю по уровню это игрок большой мастер я просто приятно удивлен что тяжелый труд он дает свои плоды великолепное приобретение для динамо и помогает им очень сильно так принципе естественный мало чему удивился потому что все ты все равно играешь против команд весь сезон видно кто лучше играет там больше склонен к обороне кто больше на атаку и в плей-офф понятно другой хоккей но они все равно же оставляют свой рисунок который у них был в регулярке они весь год работают над этим поэтому вот наверно удивился только вот будет салавата ранее что так проиграли бомбардирую сергеева но если выбирать одну команду только из-за того что я видел в первых двух раундах я выберу акбарс но я за него не болею ни за кого не болею на сочи более но я выберу акбарс потому что это была налаженная игра в течение там восьми матчей у них восьми побед четко систематично много атаки хорошей обороны где-то жестко и вратари хорошо играют поэтому я выделю акбарс ну наверное в первую очередь я хочу чтобы команды вышли в плей-офф для меня это важно и большая задача которую предстоит выполнить я считаю она под силам спокойно и даже больше мы должны дальше идти это главная цель наверно у меня на следующий сезон помочь команде выйти в плей-офф касаемо моей статистике наверное я бы хотел улучшить игру на вбрасывание опять же важный момент этом зон защиты меньшинство выиграть где-то в атаке выиграть чтобы у нас больше шайба была и реализация моментов да я хочу конечно больше забивать и отдавать партнерам чтобы мы тройкой пятерка больше забивали поможем команде все ребята поработать летом и как все помогут друг другу и я думаю командный успех будет но все цели связаны с командой с если останусь чуть-чуть сочи с супругой до середины апреля потом поедем москву постараемся куда-нибудь съездить вдохнуть чего не планировали и уже с конца апреля я планировал начать цикл там 12 недель тренировок 13 вот мне тренера уже все расписали по физподготовке большие на самом деле планы нужно улучшать кондиции и приезжать сбор во всеоружии